Переход на новые стандарты оценки качества атмосферного воздуха обсудили международные эксперты на конференции в столице. По словам экологов, проблема назревала давно. На загрязнение воздуха в Казахстане влияют выбросы ТЭЦ и печей частных домов промышленных предприятий транспорта. По данным КАЗ Гидромета, в списке городов с самым грязным воздухом – Караганда, Тимиртау, Алматы и Астана. Переход на международный индекс качества воздуха в Казахстане рассматривают несколько лет. Однако теперь эксперты готовы представить алгоритм действий и свои рекомендации по его внедрению. В результате проведения данной конференции будет предложена дорожная карта, где будет переход на другие нормативы, стандарты качества, которые будут рассмотрены министерством. Потому что в соответствии с новым экологическим кодексом, который мы приняли в прошлом году, у нас стоит задача разработать нормативы качества. Предложение о трудоустройстве безработные казахстанцы теперь получают через СМС. Благодаря этому 101 человек нашел постоянное место работы. Напомним, новые меры по обеспечению занятости стартовало 13 февраля в пилотном режиме. Теперь ее планируют развивать. Очередная рассылка с вакансиями будет во втором квартале этого года. Кроме того, Минтруда и соцзащиты также предлагают льготное кредитование бизнеса и безвозмездные гранты для предпринимателей. Если человек не хочет трудоустраиваться, быть наемным работником, у нас есть инструменты для поддержки предпринимательской инициативы. Для молодежи это микрокредиты по 2,5%. Для социально уязвимых слоев населения у нас продолжает действовать грантовый инструмент. Поэтому, в общем-то, считаем, что практически для всех есть доступные инструменты, которыми можно обеспечить занятость. В Беларуси создали незаменимую в хозяйстве сельхозтехнику. Она собирает камни, помогает сделать почву пригодной для вспахивания и посевов. Скоро на полях начнется весенней работы, и эти машины покажут себя в деле. Камнеуборочная машина поможет аграриям сохранить большие деньги. Ведь об улыжнике часто ломается сельхозтехника. Новую модель выпустили на одном из минских заводов. Весной начнут тестировать в полевых условиях. В Беларуси с засоренными камнями поля есть в нескольких районах особенности местности. Поэтому спрос на такую технику есть, но большой новинкой заинтересованы за рубежом. Поставлять машину будут в основном в Россию. Европейские заводы перестали поставлять в Беларусь запчасти и комплектующие. Но здесь выход нашли быстро. Технику на предприятии делают только из отечественных деталей. Часть делают сами, некоторые покупают у других белорусских производителей. При высоком спросе завод сможет произвести до 30 камнеуборочных машин в год. А всего в ассортименте предприятия несколько сотен агрегатов для различных сельхозработ. Выбрано хозяйство, у которого есть почвы рядом с Минском, которые очень сильно засорены камнями. И по этим почвам будет машина ходить, набирать свои параметры, свои технические возможности. И очень надеемся на ее сразу же заложенное прекрасное качество в деле. Планируем в год поставить до 5 единиц, для того, чтобы эта машина зарекомендовала себя на российском рынке. Импортные производители ушли с этого рынка. Это возможность для нашего предприятия, можно сказать, захватить данный рынок. Греческие медработники прошли по Афинам с требованием повысить зарплату и выделить больше денег государственной системе здравоохранения. Митингующие потребовали улучшить условия труда и нанять дополнительных сотрудников в больнице. Сейчас кадров не хватает. К властям у медиков есть и другие вопросы. По данным Федерации медработников, в греческих больницах не хватает коек и пациентов негде лечить. Митингующие призвали устроить забастовку медиков по всей стране на сутки. Правительство проводит преступную политику. Они разрешили приватизацию онкологических детских отделений. Людей вынуждают идти в частные клиники. Но это не равносильно улучшению общественного здравоохранения. В Германии вновь ускорились темпы инфляции. По итогам января потребительские цены возросли почти на 9%. Месяцем ранее этот показатель состоял чуть больше 8, сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии. Особенно стремительно растут цены на продукты питания и энергоносители. По сравнению с прошлым годом стоимость природного газа подскочила на 52%, а электроэнергии на 25%. Отметим, после вооруженного конфликта в Украине во многих странах Европы подорожали жизненные условия. В прошлом году инфляция ФРГ приблизилась к 8%. Это беспрецедентный рекорд.